Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю просто потрясающие новогодние закуски. Приступаем! Итак, прежде всего приготовим массу, из которой будем формировать закуски. Для этого нам понадобится отварная куриная грудка. Отваривала ее вместе с лавровым листом, укропом и, естественно, посолила и немного перца горошком, добавила. Грудку я полностью охладила и теперь буду измельчать с помощью кухонного комбайна. Можно также это сделать при помощи блендера или мясорубки. Теперь в эту массу я добавляю сыр фета, можно использовать любой пастообразный сыр, какой вам нравится. И сюда же выдавливаю чеснок и превращаю все в однородную массу. Также в эту массу я нарежу немного черных оливок. Можно также добавить рубленые грецкие орехи, обжаренные на сухой сковороде, можно добавить немножко зелени. Нам очень нравится с оливками. Массу я не солю, так как и сыр соленый и филе варилась в подсоленной воде и оливки обычно также достаточно соленые. Но вы пробуйте и добавляйте все по своему вкусу. Оливки нам еще также понадобятся для украшения, а пока что массу хорошо размешиваю до однородности и уже можно будет формировать закуску. Итак, формирую закуску. Первая у меня будет в виде елочки, для этого мне понадобится укроп, я его мелко нарезала и также зерна граната. Беру массу, она очень податливая, как пластилин. Доску я застелила пищевой пленкой, чтобы легче было работать. Вот так придаю ей форму елочки. Теперь хорошенько обваливаю в укропе и теперь каждую елочку украшаем игрушками, то есть зернами граната. И вот такая красота получается. Убираю елочки в холодильник и буду формировать другой вид. Итак, следующую закуску я буду формировать в виде мандаринок. Для этого мне понадобится морковь, я ее предварительно отварила и потерла на мелкой терке, а также петрушка. Если будет кучерявая, будет наверное еще красивее. У меня обычная. Беру небольшое количество массы и делаю сначала шарик и затем хорошо массу обклеиваю морковью и теперь формирую мандаринку. И вставляю петрушку. Вот такая красота! И вот как выглядит закуска в виде мандарин. Также отправляю ее сразу в холодильник. И последнее я буду делать закуску в виде елочных игрушек. Также набираю небольшое количество массы, формирую шарик и обваливаю в белке. Белок натерла на мелкой терке. Следующие кружочки я буду обваливать в желтке. Кстати, если у вас желток, как и у меня, был не слишком желтый, то в него можно добавить куркуму. Хорошо смешать и вот получится такой замечательный яркий цвет. И здесь уже перчатки не только в цели гигиены вы будете использовать, а и чтобы защитить свой маникюр. Так как куркума очень сильно красится, особенно у кого светлый маникюр, у кого французский, то у вас он может значительно пожелтеть. Имейте это в виду и защищайте свои руки перчатками. И последние шарики я обваливаю в сладкой паприке. И чтобы шарики были похожи на шарики, берем половинку от оливки и вставляем сюда тоненькую веточку от укропа или петрушки. Специально отрезала ее возле листика и вот таким вот образом сделала петельку. И еще одна закуска готова. Из самых обычных и привычных нам продуктов получается настоящее новогоднее волшебство. Советую попробовать их и вам и хороших вам праздников! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...